Здравствуйте, уважаемые ученики! Мы продолжаем говорить на тему национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане. Сегодня на уроке вы узнаете о причинах, крупных центрах и результатах восстания 1916 года. Исследовательский вопрос на сегодня тот же. Почему восстание 1916 года приобрело общенародный характер? Нам уже известно, что восстание в Казахстане началось после опубликования царского указа от 25 июня 1916 года о мобилизации народцев на тыловые работы. Ряд литературных произведений посвящены теме восстания. Среди них мы можем выделить произведения «Лихая година» Мухтара Ауэзова, «Батагост» Сабита Муканова, «Карт Кожа» Жасибека Альмаутова и «Тернистый путь» Цакена Аси Фулина. Мухтар Ауэзов при написании своей исторической повести исследовал архивные материалы, говорил с участниками восстания 1916 года и в итоге оформил произведение, наполнив его литературным глубинным смыслом. Надо сказать, что он очень точно передал тревожную обстановку того времени. Автор пишет, Первым исследователем событий 1916 года был Турар Рыскулов. В своей статье он писал, «Набор на тыловые работы фронта казах-киргизских рабочих послужил лишь поводом к восстанию в 1916 году, а не основной причиной». В июле 1916 года почти во всех регионах Казахстана стало проявляться стихийное недовольство, которое в дальнейшем вылилось в вооруженное восстание. Основными причинами восстания 1916 года являются факторы социально-экономического и политического характера. Среди них усиление колониального гнета, массовое изъятие земель у казахов, также политика русификации, непомерный рост налогов и поборов, а также ухудшение жизненного уровня населения в связи с Первой мировой войной. Но, пожалуй, среди этих причин наиболее главными являются насильственное изъятие земель у казахского населения в пользу переселенцев, а также усиление колониальной системы управления краем. Нам известно, что аграрная проблема казахов достигла своего пика в начале XX столетия. К 1917 году у казахов в пользу переселенцев было изъято 45 миллионов десятин земли. Восстание 1916 года охватило всю территорию Казахстана и вылилось в национально-освободительное движение казахского народа, которое имело антиколониальную направленность. Оно также было направлено против участия России в Первой мировой войне. В этом восстании повстанцев объединила единая цель – они хотели добиться национального и социального освобождения. Движущей силой восстания были казахские шаруа, к ним примкнули представители казахского пролетариата, а также ремесленники. Но вместе с тем в нем участвовали представители всех слоев казахского народа – нередко и волосные, бии, богачи, а также отдельные представители демократической интеллигенции. Национально-освободительное движение 1916 года в Казахстане по своему составу было мононациональным, за исключением его южных областей, где наряду с казахами в восстании участвовали уйгуры, узбеки, кыргызы, дунгани и другие народы. Крупными очагами восстания стали Тургайская область и ЖТСУ. Руководителями тургайского центра были Абдукапар Жамбусынов, Амангильда Иманов, Алиби Жангильдин. Среди руководителей Семереченского центра восстания мы можем выделить Ашикеева, Саурыкова, Мамбетова, Бокина и других. И, пожалуй, яркой фигурой в этом восстании был руководитель восстания в Бокеевской орде Ситкали Мендешев. В истории восстания в ЖТСУ мы можем выделить три основных периода. В июле 1916 года здесь народ начал проявлять стихийное недовольство. В августе 1916 года стихийное недовольство стало перерастать в вооруженное организованное восстание. Но уже к сентябрю-октябрю того же 1916 года восстание пошло на увыль и было в итоге подавлено. С 17 июля 1916 года в ЖТСУ и Туркестанском крае было объявлено в военное положение. Царские власти перебрасывали сюда крупные военные силы, укрепляли военные гарнизоны. Из зажиточных слоев переселенческого населения ЖТСУ создавали вооруженные отряды для расправы с казахскими и киргизскими повстанцами. Генерал Куропаткин, назначенный в июле 1916 года генерал-губернатором Туркестанского края, дал приказ привести в покорность восставших, не стесняя себя никакими средствами, использовать родовую или племенную рознь туземного населения для борьбы с возмутившимися. В свою очередь, военный губернатор Семереча Фольбаум срочным образом рассылал в казачьи станицы винтовки и патроны, дабы сформировать из казаков карательные отряды. Восстание в ЖТСУ было подавлено с особой жестокостью. 347 наиболее активных участников восстания были приговорены к смертной казни, 168 человек – каторги, и 129 человек были приговорены к тюремному заключению. Карательные отряды без разбора нападали и на мирные аулы, десятки населенных пунктов были просто стерты с лица земли, а число погибших среди мирного населения исчисляется тысячами. В сентябре-октябре 1916 года значительная часть повстанцев, теснимая со всех сторон карательными отрядами, вынуждена была отступить в Китай. Китайскую границу пересекли свыше 300 тысяч человек. Перекочевка и даже оседание в Синьцзяне русско-поданных казахов и киргизов на протяжении многих десятилетий были обычным явлением. Но волна беженцев, хлынувших в Китай в августе 1916 года, застала местные власти врасплох. В то время как в ЖТСУ и других регионах Казахстана восстание было подавлено, в Тургайской области оно набирало силу с каждым днём. Борьба в Тургайском центре была наиболее упорной и длительной. Повстанцы здесь концентрировались в горных местностях, они нападали на волосных, они нападали на государственные учреждения и разбирали рельсы железных дорог. Надо отметить, что в самый пик восстания, согласно архивным данным, численность повстанцев достигла около 50 тысяч человек. Восставшие хотели восстановить традиционную систему управления, ханскую власть, поэтому избирали ханов. 21 ноября 1916 года на Крултае авторитетный среди народа жанбусынов был избран ханом восставших в Тургайском уезде. Согласие участников Крултая, Амангильды Иманов был назначен сардарбеком повстанцев. Амангильды Иманов был внуком Батыра Имана, который в своё время был сподвижником Кенесары Касымова. Приехавший из Центральной России уроженец Тургая Алиби Жангельдин стал своеобразным идеологом восставших. Из десятков тысяч неорганизованных повстанцев руководители восстания создали дисциплинированное войско. Армия была разделена на десятки, сотни и тысячи. Было сформировано специальное подразделение мергенов во главе с Кейкибатыром. При сардарбеке функционировал военный совет Кенес. В районах, контролируемых повстанческой армией Иманова, по существу были отстранены от управления Аулбасы и Волосные. Гражданская власть перешла в руки повстанцев. Жамбусынов, Иманов организовали службу тыла. Специально назначенные лица Ельбега обеспечивали повстанцев продовольствием, лошадьми и оружием. Образ Амангельды Иманова очень популярен в культуре. Первый казанский художник Абалхан Костеев первым серьёзно и систематически начал работать над образом Амангельды в своих произведениях. Но когда Абалхан Костеев заинтересовался личностью Амангельды, самого народного героя уже не было в живых. Поэтому ему предстояло провести колоссальную исследовательскую работу. И первым делом Абалхан Костеев отправляется в Тургай, на родину Амангельды Иманова. Здесь он встречается с его родственниками, соратниками и друзьями. Его интересовала любая мелкая деталь, любая черта народного героя. Он исколетил всю Тургайскую степь и в итоге написал портрет Амангельды. И видящие и знавшие Амангельды люди восхищались, с какой точностью смог народный художник воплотить его образ в своей картине. На самом деле Костеев посвятил теме национально-освободительного восстания 1916 года и его руководителям не одну работу. Одну из них вы можете видеть на экране. Картина с арбазой Амангельды была написана Костеевым в 1970 году. Для подавления восстания в Тургайском центре была снаряжена специальная экспедиция во главе с генералом Лаврентьевым. 22 октября 1916 года повстанцы Тургая осадили город Тургай. И осада продолжалась несколько дней. Когда повстанцы получили сведения о приближении превосходящих сил карателей, они сняли осаду Тургая и выступили навстречу отрядам царских войск. Но основная масса повстанцев во второй половине ноября отошла на 150 километров от Тургая и сосредоточилась в районе Батпаккары. Отсюда совершались партизанские рейды против карателей вплоть до февраля 1917 года. Сражения между повстанцами и карателями происходили на Татыре, Акчаганаке, Догалурпеке, Вкуюке и продолжались вплоть до февральской революции. В августе 1916 года депутаты Государственной думы Керенский и Тепкелев посетили Туркестанский край, дабы воочию увидеть, что происходит на местах. И Керенский охарактеризовал увиденное в Казахстане как позорную страницу русской истории. Он заявил, что при обнародовании и проведении в жизнь высочайшего повеления от 25 июня были нарушены все, какие только можно было нарушить, основные и неосновные законы Российской империи. Комиссия Государственной думы, которая проверяла действия карательных отрядов в Туркестанском крае, выявила особую жестокость карателей, убивавших не только сарбазов, но и женщин и детей. В ходе борьбы с участниками восстания царская власть использовала стратегию выжженной земли. Каратели забирали весь скот, источник существования кочевников, и таким образом обрекали население на голодную смерть. Царские суды рассматривали дела участников восстания по законам военного времени, а людей ссылали на малопригодные для жизни территории. Основными причинами поражения восстания были разобщенность сил и отсутствие связи между различными очагами восстания. Также практически безоружный народ воевал против профессиональной имперской армии, вооруженной по последнему слову техники. Немаловажную роль в поражении восстания сыграла и разобщенность взглядов казахской интеллигенции. Восстание 1916 года способствовало повышению национального самосознания казахского народа. Алихан Макиханов по этому поводу сказал, «Кто не борется, не рвется к победе, никогда не достигнет свободы, никогда не освободится от оков рабства, не сможет распоряжаться ни своим имуществом, ни своей собственной головой». А теперь давайте закрепим изученный сегодня материал. Задание первое. Прочитайте внимательно текст и ответьте на вопрос. Данные события происходили в 1916 году, когда был опубликован царский указ о мобилизации народцев на тыловые работы. А теперь давайте подведем итоги нашего урока. Восстание 1916 года охватило всю территорию Казахстана и имело антиколониальную направленность. Главная цель повстанцев заключалась в том, чтобы добиться национального и социального освобождения. В этом восстании принимали участие все слои казахского общества. Таким образом оно приобрело общенародный характер. Почему? Потому что все слои казахского общества были движены единой целью и осознали общность своих интересов. И на этом, пожалуй, все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok